Дамы и господа, товарищи! Естественная миссия Рейган, Дамы и господа, комрады! Приветствую вас в московском Кремле. Здесь на протяжении пяти столетий отмечались события, составлявшие вехи в жизни нашего государства. Здесь принимались судьбоносные для страны решения. Все вокруг взывает к ответственности перед временем и современниками перед нынешним и грядущим. Десказы, которые были важны для нашей страны, были сделаны здесь. The very environment around us is a call for responsibility to our times and contemporaries, to the present and to the future. Именно здесь мы хотим подчеркнуть значение открывшейся теперь истины о невозможности больше решать межгосударственные споры силой оружия. К этому нас подвело понимание реальностей современного мира. It is here that we wish to emphasize the importance of the newly discovered truth that it is no longer possible to settle international disputes by force of arms. Our awareness of the realities of the present-day world has led us to that conclusion. Мне нравится понятие реализм. И нравится то, что в последнее время оно все чаще звучит в ваших, господин президент, устах. Вне категории реализма немыслим и нормальные, тем более прочные советско-американские отношения, так сильно влияющие на мировой политический климат. Благодаря реализму при всех разногласиях мы все же сумели прийти к очень простому, но имеющему историческое значение совместному выводу. В ядерной войне нельзя победить и ее нельзя вести. А из этого с неумолимой логикой следовали и другие выводы. В частности, нужно ли оружие, которое невозможно применить, не кончаясь самим собой, да и со всем человечеством? Думаю, что понимание этой мысли стало стержневой идеей Рейкьявика. One of them is whether there is any need for weapons which cannot be used without destroying ourselves and indeed all of mankind. I believe the realization of this became Reykjavik's pivotal idea. На этой позиции твердо стоят и наши союзники по Варшавскому договору, и это служит для нас мощной опорой во всех делах, связанных с ядерным разоружением. Они дали советскому руководству ясный мандат добиваться у переговора США решительного ограничения и сокращения ядерного оружия. Из моих бесед с руководителями социалистических государств, с авторитетными представителями других стран, вижу, что преодоление военного противостояния и гонки как ядерных, так и обычных вооружений является общим стремлением. К этому следует добавить, что реалистический подход пробивает себе дорогу по всем направлениям на всех континентах, и все авторитетнее становится идея именно политического решения современных проблем. Все шире стремление самых различных политических и общественных сил к диалогу, к обменам, к лучшему знанию друг о друге, взаимопониманию. Ну а раз так, раз такова воля народов, то следует позаботиться о том, чтобы запасы фермента реалистической политики росли, а не истощались. Для этого необходимо лучше понимать друг друга, учитывать специфику жизни страны, исторические условия формирования, выбор, сделанный их народами. Я припоминаю сказанные однажды вами, господин президент, слова. Единственный способ устранить расхождение – это сперва понять их суть. Это верная мысль. Добавлю только, что стремление к устранению расхождений не должно предполагать устранению различий. Многообразие мира – сильнейший источник взаимообогащения духовного и материального. Добавлю просто добавить, что искать решение различий не должно означать конкретно быть разными. Диверсия мира – это мощный источник взаимоотношения, both spiritual and material. Господа, товарищи, даже в этих древних стенах не звучит анахронизмом слово «перестройка», ибо всегда и везде обновление общества, гуманизация жизни, возвышение идеалов в интересах народа и каждого человека. Господа, товарищи, комрады, слово «перестройка» не звучит анахронизмом, даже в этих древних стенах. Для восстановления общества, гуманизация жизни и идеалов в каждом времени и в каждом месте, в интересах народа и каждого человека. И когда это происходит, особенно в великой стране, важно понять суть того, что она переживает. Именно такое желание мы сейчас наблюдаем за рубежом в отношении СССР. И мы видим в этом хороший признак, потому что мы действительно хотим быть правильно понятыми. Это важно и для цивилизованных международных отношений. И когда это происходит, особенно в великой стране, это важно понять, что это значит, что это значит, что это значит. Это желание понять, что Софья-Уния, которую мы сейчас видим в округе. И мы считаем это хорошим признаком, потому что мы действительно хотим быть правильно понятены. Это также важно для цивилизованных международных отношений. И всем, кто хочет иметь с нами дело, полезно знать, каким видит себя советский народ. Everyone who wants to do business with us will find it useful to know how Soviet people see themselves. Мы видим себя еще более убежденными в правильности социалистического выбора и немыслим развития своей страны вне социализма на каких-то других принципиальных ценностях. Наша программа больше демократии, гласности, больше социальной справедливости в условиях полного достатка и высокой духовности. Наша цель – максимум свободы для человека, личности, общества. Наша цель – максимум свободы для человека, личности, общества. В международном плане мы видим себя как часть целостной цивилизации, где каждый имеет право на социальный и политический выбор, на достойное и равноправное место в сообществе наций. Вопросы мира и прогресса мы исходим из приоритета общечеловеческих ценностей и считаем сохранение мира высшим приоритетом. Вот почему мы, сторонники создания всеобъемлющей системы международной безопасности, как условия выживания человечества. С этим связано и наше стремление возродить и поднять роль организации объединенных наций на основе тех первоначальных целей, которые СССР и США и их союзники закладывали в устав этой организации. Linked with this is also our desire to revive and enhance the role of the United Nations on the basis of the original goals which the Soviet Union and the United States, together with their allies, enshrined in the charter of that organization. Само ее название символично – объединенные нации, объединенные в решимости не допустить новых трагедий войны и жить войну из международных отношений, утвердить в них справедливые принципы, оберегающие достойную жизнь любой страны, большой или малой, сильной и слабой, бедной и богатой. Its very name is symbolic – the United Nations. United in their determination to prevent new tragedies of war, to banish war from international relations and to affirm just principles securing a worthy life for any nation, whether large or small, strong or weak, rich or poor. Хотим расширить контакты между людьми во всех формах, множить объем и улучшать качество информации, развивать связи в сфере науки, культуры, образования, спорта в любом виде человеческой деятельности. We want to build contacts among people in all forms, to expand and improve the quality of information and to develop ties in the spheres of science, culture, education, sports and any other human endeavor. Но без вмешательства в внутренние дела, без поучений и навязывания своих взглядов и порядков, без превращения семейных и личностных проблем в предлог для конфронтации между государствами. But this should be done without interfering in domestic affairs, without sermonizing or imposing one's views and ways, without turning family or personal problems into a pretext for confrontation between states. Словом, большую программу выдвигает наше время в гуманитарной области. Народы должны лучше понимать друг друга, знать друг о друге правду, освобождаться от предубеждений и предрассудков. Насколько нам известно, большинство американцев, как и мы, хотят избавиться от демона ядерной войны. Но их так же, как и нас, как и всех людей на земле, все больше беспокоит опасность экологической катастрофы, отвратить эту угрозу тоже можно только сообщать. As far as we know, most Americans, just like us, want to get rid of the demon of nuclear war. But they, just like us, just like all people on earth, are becoming increasingly concerned over the risk of environmental disaster. Such a risk can only be averted if we act together. Все острее выдвигается в повестку дня поистине глобальная проблема экономического состояния мира на севере и юге, западе и востоке планеты. Экономический фундамент цивилизации разрушится, если не будет положен конец расточительству средств и ресурсов на цели войны и уничтожения. Если не будет урегулирована проблема задолженности, стабилизированы мировые финансы. Если мировой рынок не станет подлинно мировым за счет полноправного включения всех государств и народов. Вот диапазон, с которым мы подходим к своим международным связям и, конечно, с Соединенными Штатами Америки. Нами движет понимание реальности и императивов ядерно-космического века, века, накатывающейся волнами технологической революции, когда человеческий род оказался и всесильным, и смертным. Именно это понимание родило новое мышление, благодаря которому стал возможен концептуальный и практический прорыв также и в наших с вами отношениях. Господин Президент, в нынешней встрече, подводя определенный итог принципиально важному периоду в советско-американских отношениях, призвано закрепить достигнутое и дать новые импульсы на будущее. Никогда раньше не уничтожались ядерные ракеты, теперь мы имеем беспрецедентный договор. И нашим странам предстоит впервые исполнить эту увертюру ядерного разоружения. Исполнение должно быть безупречным. СССР и США выступают гарантами афганского политического урегулирования. Это тоже прецедент огромного значения. Впереди у стран гаранта очень ответственный период, и мы надеемся, что оба пройдут его достойно. Весь мир смотрит, как мы с вами будем действовать в этой ситуации. The Soviet Union and the United States are acting as guarantors of the Afghan political settlement. This, too, is a precedent of tremendous importance. As guarantors, our two countries face a very responsible period, and we hope they both will go through it in a befitting manner. The whole world is watching to see how we are going to act in this situation. Our main task continues to be the working out of an agreement on 50% reductions in strategic offensive arms while observing the ABM Treaty. В сегодняшней нашей с вами беседе мы много внимания и заслуженно уделили обсуждению всего комплекса этих проблем. Господин президент, от нас ждут, что Московская встреча откроет новые перспективы в советско-американском диалоге, в отношениях между СССР и США, на пользу нашим народам и всему миру. Для этого стоит не пожалеть сил и доброй воли. За сотрудничество Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, за их лучшее взаимопонимание и взаимопознание. Для сообщества между Советской Союзой и Соединенных Штатами Америки, для их лучшее взаимопонимание и взаимопознание. Желаю здоровья и счастья господину президенту, госпоже Нэнси Рейган, всем нашим уважаемым гостям. Я желаю здоровья и счастья вам, господин президент, миссис Нэнси Рейган и всем нашим уважаемым гостям. Миссис Нэнси Рейган, Миссис Нэнси Рейган, Продолжение следует... As you know, I traveled to Danilov and met there with the clergy at that ancient monastery, and later in the day had most interesting exchanges with other members of Soviet society at Spaso House. These meetings only confirmed, Mr. General Secretary, the feelings of admiration and warmth that Americans harbor toward the peoples of the Soviet Union. As wartime allies, we came to know you in a special way. But in a broader sense, the American people, like the rest of the world, admire the saga of the peoples of the Soviet Union. The clearing of the forest, the struggle to build a society, the evolution into a modern state, and the struggle against Hitler's armies. There are other ways, too, that we know you. Happy or sad, my beloved, you are beautiful, says one of your folk songs. As beautiful as a Russian song, as beautiful as a Russian soul. As expressed in the great music, architecture, art, we need only look about us this evening. And literature that over many centuries you've given the world, we have beheld the beauty and majesty of your people's national experience. And without belittling the serious business before us, or the fundamental issues that separate our governments, I hope you'll permit me tonight to say that in the eyes of the American people, your people truly are, as the song, the folk song suggests, a people of heart and mind, a people, to use our vernacular, with soul. And that's why we believe there's common ground between our two peoples, and why it is our duty to find common ground for our two governments. Over the next three days, General Secretary Gorbachev and I will review what has been accomplished over the past three years, and what our two nations might accomplish together in the months to come. We have a great deal to discuss on both accounts. What we have achieved is a good beginning. We have taken the first step toward deep reductions of our nuclear arsenals. We have taken the first step toward dealing with the reality that much of the tension and mistrust between our two countries arises from very different concepts of the fundamental rights and role of the individual in society. We have taken the first step to build that network of personal relationships and understanding between societies, between people, that are crucial to dispelling dangerous misconceptions and stereotypes. These are good first steps, Mr. General Secretary, and we can both take pride in them. But as I said, they are just a start. Nuclear arsenals remain too large. The fighting continues needlessly, tragically, in too many regions of the globe. The vision of freedom and cooperation enshrined in the Helsinki final act remains unrealized. The American and Soviet peoples are getting to know each other better, but not well enough. Mr. General Secretary, you and I are meeting now for the fourth time in three years, a good deal more often than our predecessors. And this has allowed our relationship to differ from theirs in more than a quantitative state or sense. We have established the kind of working relationship I think we both had in mind when we first met in Geneva. We have been candid about our differences, but sincere in sharing a common objective and working hard together to draw closer to it. It is easy to disagree and much harder to find areas where we can agree. We and our two governments have both gotten into the habit of looking for those areas. We have found more than we expected. I intend to pursue the search for common ground during the months left to me as President. When I pass the job on to my successor, I intend to tell him it is a search that must be continued. Based on the achievements of the last few years, I will also tell him it is a search that can succeed. Once again, Mr. General Secretary, I want to extend my thanks for your hospitality. I also hope you will permit me to mention that as you have been a gracious host, we have tried to be gracious guests by bringing along some small expressions of our gratitude. There is one gift in particular that I wanted to mention not only in view of my own former profession, but because it has, I think, something important to say to us about what is underway this week in Moscow. It is a film not as well-known as some, but an American classic. It is a powerfully acted and directed story of family and romantic love, of devotion to the land, and dedication to higher principle. It is also fun. It has humor. There is a renegade goose, a mischievous young boy, a noisy neighbor, a love-struck teenager in love with a gallant soldier, an adolescent struggling for manhood, a loving, highly-principled wife, and a gentle but strong father. It is about the good and sometimes difficult things that happen between man and wife and parent and child. The film also has sweep and majesty and power and pathos. For you see, it takes place against the backdrop of our American epic, the Civil War. And because the family is of the Quaker religion and renounces violence, each of its characters must, in his or her own way, face this war and the moral dilemma it poses. The film shows not just the tragedy of war but the problems of pacifism, the nobility of patriotism, as well as the love of peace. I promise not to spoil its outcome for you, but I hope you will permit me to describe one scene. Just as the invading armies come into southern Indiana, one of our states, the Quaker farmer is approached by two of his neighbors. One is also a Quaker who, earlier in the story, when times are peaceful, denounces violence and vows never to lift his hand in anger. But now that the enemy has burned his barn, he is on his way to battle and criticizes his fellow Quaker for not joining him in renouncing his religious beliefs. The other visitor, also on his way to battle, is the intruding but friendly neighbor. Yet it is this neighbor although a non-believer who says he is proud of the Quaker farmer's decision not to fight. In the face of the tragedy of war, he is grateful, as he says, that somebody is holding out for a better way of settling things. It seems to me, Mr. General Secretary, that in pursuing these summit meetings, we too have been holding out for a better way of settling things. And by the way, the film's title is more than little appropriate. It's called Friendly Persuasion. So, Mr. General Secretary, allow me to raise a glass to the work that has been done, the work that remains to be done, and let us also toast the art of friendly persuasion, the hope of peace with freedom, the hope of holding out for a better way of settling things. Thank you, and God bless you. Thank 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 you.